Пусто. Знаете, сколько таких заведений в Болгарии сейчас пустуют? На юге. В армии, например. Да и вообще, не только в Болгарии. А знаете, что Макдональдс не пустует никогда? Вот все пустуют, а Макдональдс нет. В чем причина? Почему? В бизнесе под названием общественное питание одни предприятия, рестораны, кафе, всякие разные бары запрограммированы на то, что зимой застой, провал, а Макдональдс всегда прорезапевает. Всегда. Причина? Причина в системе. Причина в наличии системы. Более 32 тысяч ресторанов было в прошлом году на июнь месяц по всему миру. 32 тысячи 90 ресторанов, это на июнь 2009 года. Это данные Википедии. Я смотрел на так же он. Стоимость компании на прошлый год составляла более 65 миллиардов долларов. Огромное количество стран, 118 стран, имеют ресторан быстрого питания. Мы же знаем, что еда, ничего хорошего, не полезна. Мы же знаем, что дорого. Мы же знаем, что если долго питаться этой пищей, то можно и вообще сгибнуть с этого света. Потому что проблемы будут со здоровьем, много разных химических добавок, и жиров, и так далее, и так далее. В чем дело? Почему этот феномен? В личности дело, я считаю. Был такой человек, Рей Крок, который раскрутил это все. Выкупил право развивать эти рестораны у братьев Макдональдов. И начал. В 52 года начал. В 52 года он был никем. Продавал какие-то миксеры. Много раз пытался заняться бизнесом. Полная безрезультатность. Ноль. Нищий. И однажды он зашел к братьям Макдональдсам и увидел очередь за гамбургерами. И вот тут его осенил. И он выкупил этот ресторан, вернее, это право у Макдональдса, проработав на них много лет. А потом еще 10 лет, почти 10 лет он развивал этот бизнес, добиваясь в том, чтобы была система. А потом в одночасье начал полететь. Он заработал более 600 миллионов долларов. В зрелом возрасте, мягко говоря. И только благодаря тому, что этот бизнес начал тиражировать. Какие бы вокруг конкуренты не были, какие бы катаклизмы в странах не происходили, если у тебя Макдональдс стоит, знай. Успех обеспечен. Я сегодня утром гулял у нас здесь в Варне, в самом центре. В самом центре. Центрея не бывает. Просто не бывает центрея. В самом центре здание, и там Макдональдс на первом этаже. И вот где бы вы ни находились сейчас, в каком городе вы находились, если у вас есть Макдональдс, вы подтвердите мои слова, что ресторан этой компании ставится в самом проходном месте, в самом выгодном. Какие бы деньги не пришлось заплатить. И земля там, или в аренде, или куплена компанией Макдональдс. По сути дела, бизнес на недвижимости. Самые лучшие, самые дорогущие, золотые куски земли, куплены компанией, и на них поставлен бизнес. И этот бизнес приносит прибыль. Рядом ресторан, кафе, бар, еще один ресторан, еще один ресторан. Конкуренты, враги. Макдональдс все равно будет подняться прибыль. Почему? Система. Есть вещи, которые гарантированно обеспечивают успех. И эти вещи одним словом называются системой. Потому что все продумано, отрепетировано, отлажено, очищено, организовано и доведено до такого совершенства, что этот механизм срабатывает. И когда вы покупаете франшизу, если у вас есть там полтора миллиона долларов, то вы можете точно знать, что вы преуспеете. Дорого, но зато гарантированно. Нет, можно попробовать кафешку завести какой-нибудь, там, где подешевле. Аренда подешевле. На выселках, где людей не будет. Никогда. И где все самому надо будет организовывать. А здесь самая дорогая, но всегда с прибылью. Так что, если сделать вывод о том, дорог бизнес или дешев, то надо смотреть не стоимость бизнеса, как его начать, а надо смотреть, что этот бизнес даст, что в него заложено изначально. Чем лучше отработана система, тем больше прибыли. А цена стартовая не имеет значения в данном случае. Так что, ищите систему, ищите бизнес с системой. Там, где не дешево и нужно людям, и можно впарить по дешевке за 30 долларов в бизнес. Или за 59, за 60, или за 100. А там, где есть система, и где гарантированно будет прибыль. Вот думайте об этом. Ищите в Википедии, в Гугле, как работает система Макдональд, применяйте к себе и делайте систему, если у вас нет. Или ищите системный бизнес. Удачи!